Помощь рядом. Главные слова, которые говорят специалисты Центра раннего вмешательства в Могилёве семьям с детьми, у которых есть нарушения развития и риск их появления. Он работает при Могилёвском специализированном доме ребёнка. Главная цель помощи – развить базовые навыки малыша в первые три года жизни. К слову, по эффективности такой работы Центр признан лучшим в республике. Но, как признаются сами врачи, лучшая награда – это здоровые улыбки малышей. Вся работа Центра начинается именно отсюда, с этого кабинета, а точнее сказать, с этого телефона. Сразу нам поступает звонок. Звонок поступает от мамы, от папы, даже, может, от специалиста другой поликлиники. Значит, вот бланк регистрации, с него и начинается работа. Сразу знакомлюсь с тем, кто меня позвонил, какая у человека проблема, кто их направил, и знакомимся с ребёнком. Центр раннего вмешательства – это помощь малышу и его семье с ключевой приставкой «ранний». Ранняя диагностика, раннее выявление риска и его минимизация на ранних этапах. Иными словами, здесь помогают детям с рождения до трёх лет. Тем, у кого врождённая патология – прооперированным или, например, родившимся раньше срока, как малышка Настя. С мамой Еленой в этом центре они уже третий раз. У нас становится сильнее, крепче. И, конечно, плюс в том, что специалист всё показывает, рассказывает. Мы занимаемся и дома также с ней. Вот и надеемся на лучшие результаты, наши успехи. Вам подобрали какую-то программу, по которой вы занимаетесь? Да, да, конечно. У нас упор больше сейчас на ходьбу, на стояние самостоятельное. И вот по этой программе мы всё время занимаемся и здесь, и дома. Ну и с логопедом также занимаемся. То есть всё в комплексе, всё это помогает. С детками работает междисциплинарная команда из специалистов, которые прошли дополнительное обучение. Под каждого маленького пациента индивидуально подбирается комплекс абилитационной или реабилитационной помощи. Поэтому на занятиях даже не один специалист. В данном случае – инструктор ЛФК и дефектолог. У кого-то больше нарушена познавательная сфера. То есть нужно занятие на развитие понимания ребёнком цвета, формы, величины. Но чаще всего это просто отставание в развитии активной речи. Поэтому чаще всего мы это развиваем через сюжетную игру. То есть обычные игры с куклой, с машинкой, чтобы ребёнку это было интересно. И не навязчиво, что самое главное. Специалисты центра уверены – не бывает детей, которые не могут развиваться. Главное – вовремя прийти на помощь и направить по правильному пути. Мы, как специалисты, имеем возможность выезда на дом, то есть визит на дом. Визиты на дом у нас осуществляются к детям, которых есть ограничения с транспортировкой. То есть это на аппаратах дети находятся, либо с тяжёлыми какими-то реально… Ну, с тяжёлой патологией. А также для углубленной диагностики развития ребёнка в домашней обстановке. Центр при доме ребёнка работает чуть меньше двух лет. Но каждый год это помощь почти двум сотням семей. И, заметим, поддержка идёт не курсом. А пока малыш в этом нуждается. Все специалисты нон-стоп на связи в мессенджерах. Пока специалисты все наши заняты, я слежу за вайбером. Я слежу за вайбером, потому что, вот если вы посмотрите, видно будет, идут постоянно сообщения. Я должна на них ответить. И какому специалисту пришло сообщение. Я девочкам подсказывала. Значит, обратите внимание, написали, что ответить. Либо я отвечаю, либо сам садится специалист отвечает. В прошлом году, когда огрянула пандемия, здесь, как и многие, тоже перешли на дистанционный формат работы. В рамках международного проекта с представительством детского фонда ЮНИСЕФ в Беларуси центр оснастили необходимой техникой. И помощь стала ещё более доступной. Две-три минуты. Будет вас слушать? Да, нет, наверное. Он сам отбирает или сам листает. Не даёт мне что-то ему почитать. Удалённо родители с детьми выполняют задания, например, невролога или инструктора ЛФК. А специалист следит в режиме реального времени. Так в Беларуси работает всего три центра раннего вмешательства. В этом году методики и работу врачей оценили как лучшие в стране. Сами же профессионалы скромно говорят, что делают то, что по долгу и сердцу. Такие семьи, они очень обделены вниманием и где-то в какой-то степени избегают общения. Мы стараемся быть не чуть-чуть выше, не чуть ниже них, а именно наравне. И в какой-то степени подтянуть их компетентность в знаниях развития своего ребёнка, чтобы они не видели этих плюсов и минусов. Основная проблема их – это они приходят и начинают говорить в первую очередь о минусах, о том, что им тяжело делать. Хотя они не просто не замечают о том, что есть положительного в их ребёнке. И мы всегда обращаем внимание сначала на положительную сторону ребёнка, на их возможности, на их потенциал. И уже дальше мы уже справляемся с минусами. Наша задача – это домашняя обстановка, отсутствие белых халатов и доброжелательность, чтобы они себя чувствовали реально как дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова